У каждого есть свой приход, но на большие торжества люди собираются на молитву в кафедральный собор, чтобы встретить праздник вместе со своим архипастрем. Поэтому главный храм епархии должен быть вместительным и самым величественным. В Челябинске строится кафедральный собор в честь Рождества Христова. Руководство епархии, губернатор Челябинской области посетили стройплощадку. Как продвигается возведение главного храма епархии и какие перспективы, об этом в сюжете наших челябинских коллег. 3 ноября место строительства нового кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске посетили правящий архиерей и глава региона. Митрополита Никодима и губернатора Бориса Дубровского сопровождал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, а также сотрудники компании «Альфастрой». Строители уже законсервировали объект. Сегодня видны только контуры фундамента, а из-под снега виднеется арматура. Помощник генерального директора компании «Альфастрой» Александр Гончаров рассказал о проделанных работах и обрисовал перспективы дальнейшего строительства. Все, что мы запланировали, мы сделали. Поэтому, конечно же, мы рады были сегодня осмотреть окончание первого этапа строительства, когда мы сделали и первый этаж, и бетонную плиту, и забили сваи, когда все уже готово к тому, чтобы уже строить в следующем году храм под своды. Управляющий Челябинской митрополией глава региона осмотрели также малый деревянный храм всех святых. Он разместился в юго-восточной части соборной территории. Храм уже возведен. Идут внутренние отделочные работы. Вскоре здесь начнутся богослужения. Ну а работы на строительной площадке возобновятся только весной. Напомним, Кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске возводят на пересечении Новоградского проспекта с улицы Салавата Юлаева. Закладка состоялась в сентябре 2013 года.